Здравствуйте, коллеги! Ну, это не столько про Google, ну да, и про Google тоже. Прежде чем начну рассказывать то, что я запланировала, хотела поделиться вот чем. Да, здесь белые ночи, сегодня алые паруса будут, а несколько дней тому назад у моего сына проходил выпускной, и это, почему я об этом говорю, навеяла. И так получилось, что он выпускался вместе с мальчиком, который является внуком главврача той самой клиники, где я выполняла кандидатскую диссертацию. Вернее, главврач этот уже уважаемый на пенсии. Вот, тогда-то он был главврачом 20 лет назад, 20-22 года назад. И когда он меня увидел, спустя несколько, уже два с лишним десятилетия, он узнал и говорит, да, время, конечно, прошло много, тогда я вообще не понимал, что делают онкопсихологи, вообще для чего нужна онкопсихология. Я думала, наши пациенты все умирают. Зачем им? А врачам настолько тяжко, вот, а пациентам это не надо. Но вот сейчас, спустя долгие годы, я понял, что, во-первых, мы пациентов стали лучше лечить, и они дольше живут, а то и выздоравливают. Ну и как-то вот врачам-то как раз и нужна эта самая помощь, в том числе по взаимодействию с пациентами. И еще одно, одна иллюстрация. Один из ведущих химиотерапевтов Москвы, очень известная фигура в химиотерапии, не будем показывать пальцем, а называть фамилии. Я его помню еще юным ординатором. Юным-юным. Вот. И я очень хорошо помню, когда я, будучи аспиранткой в этой же самой клинике, он юный ординатор, он мне говорил, иди к пациентам, к этому пациенту. Он совсем ненормальный, неадекватный. Я говорю, а в чем неадекватность-то? Ну, он меня не слышит и не слушает. Он же меня такого замечательного не видит, не слышит, не понимает. Вот, иди с ним разбирайся. Я ему тогда сказала, я его нежно назвала, опять же, имен я здесь не называю. Вот. Очень нежно назвала и сказала, вообще-то тебе, милый, пока с самим собой бы разобраться для начала. Итак, врач и гиперинформированный пациент. На самом деле термин гиперинформированный пациент в основном начали озвучивать доктора, потому что слово гипер, как бы усиление, да. Наша задача здесь помочь вообще построить эффективное взаимодействие, чтобы весь процесс терапевтически был эффективным, максимально эффективным. Итак, в чем здесь проблема? Оценочность, проблемность и закавыченность идет от некоторых жестких установок по отношению к теме терапевтического взаимодействия именно представителей медицинского сообщества. То есть здесь в большей степени в основе именно представления, да, о правильном, неправильном пациенте, хорошем, плохом и так далее. Между тем, силы общества направлены на информированность пациентов, на повышение ответственности пациента за свое лечение. И здесь, конечно, на это работают и общественные организации. И я в данном случае здесь представляю «Ясное утро» как эксперт. Да, давно сотрудничаю с этой организацией. Более того, провожу обучение онкопсихологов в Москве. Но при этом, да, я еще представляю университет, да, Российский национальный и советский медицинский университет имени Пирогова, в котором возглавляю отделение. И этот год для меня юбилейный. В каком плане? 25 лет назад я пришла в онкопсихологию. Тогда, правда, никто не знал, как это называется. Ровно 25 лет назад, будучи еще студенткой 4-го курса университета. Да, сейчас действительно все силы общества. И вчера, да, вот на той сессии, Маргарита, да, которую мы с Ольгой посетили, как раз говорили об информированности, о том, как пациент выстраивает взаимодействие с информацией о своей болезни, а также с другими пациентами. И действительно все стянуто, все на это работает. И не только «Ясное утро», огромное количество других и общественных организаций, мы всех знаем, и фонды благотворительные, и, конечно же, возможности, интернет-возможности. Сегодня будут у нас здесь в следующей сессии замечательные представители, потрясающие группы в Фейсбуке, да, «Рак излечимый». И коллеги-доктора ведут свои очень интересные сообщества, куда допускают пациентов и родственников, как, например, реаниматолог в своем анамнезе в медицинско-специальном Владимир Будянский ведет удивительную группу, которая называется «Ракунет». Но при этом, да, когда мы все больше и больше сталкиваемся с этой информацией, насколько она ложная, истинная и так далее, как человек воспринимает информацию, как использует ее в своей жизни, становится ясно, что основным центром этой темы являются вопросы трудностей эффективного взаимодействия врач-пациент. Вот как раз этот баннер, который развешан в разных местах, как раз представляет возможность информирования пациентов и выстраивания маршрутов помощи пациентам. Что такое гиперинформированный пациент? Общая характеристика. Здесь надо сразу же разделить понятие гиперинформированной и зрелая информированность. Зрелая информированность подразумевает ответственное отношение к лечению, активное сотрудничество с врачом, в том числе в процессе поиска и анализа информации. Этих пациентов много, замечательно. Они действительно включены в процесс лечения, и они знают или пытаются, по крайней мере, озвучить свои потребности и идут и на взаимодействие, и на поиск помощи. То есть они открыты для этого, понимая, что как раз это помогает ресурсировать их в плане лечения. Что касается гиперинформированности. Пациент, который воспринимает информацию тревожно, он как бы питается информацией из разных источников, не доверяет людям, но зависим от информации, склонен к рационализации, с трудом опирается на собственные потребности и чувства, с трудом осознает свои переживания, излишне доверяет инструкциям и нормативам, настолько излишне, что начинает в них путаться. Но при этом есть потрясающий положительный прогноз, прогностический, он благоприятен, поскольку он сотрудничает с врачом прогностически не в плане диагноза, а в плане контакта. В основном, вот это второго типа пациенты, это пациенты гиперсоматонозогнозические, то есть с тревожным отношением к ситуации болезни, с эпохондрическим типом. Дело в том, что основные причины трудности в взаимоотношении врача с пациентом относятся к следующим группам. Социально-психологические причины, характерные для любого процесса взаимодействия. Всегда, там трудности понимания могут быть в любой ситуации. Обусловлены спецификой медицинского взаимодействия и характерны для онкологической клиники в наших реалиях. Ну, если говорить об общих проблемах, об общих характерных особенностях, это всякого рода коммуникативные барьеры, смысловые, культурные различия, стилистические, когда не понимают оба собеседника, в данном случае во врачебном взаимодействии. И в том числе информация пациента может восприниматься здесь не совсем адекватно. Стереотипы восприятия через всякие превосходства, ореолы и так далее. Среди неправильного развития механизмов социального восприятия, то есть, например, человек, который не склонен к сопереживанию или который с трудом анализирует вообще события и явления, он тоже информацию будет получать, воспринимать неадекватно, и еще более неадекватно ее транслировать дальше. Ну и неадекватный выбор способа взаимодействия, если говорить о взаимодействии. Самый правильный здесь будет сотрудничество, ну, относительно правильный компромисс, да, и альтруизм. Не допускаются такие вещи, как избегание конфронтации. Здесь это уже требование к работе, к деятельности доктора. И большинство нашей работы, связанной с врачами и медперсоналом, направлено на как раз формирование эффективного взаимодействия. Обусловленным медицинским взаимодействием, прежде всего, здесь важные вещи такие, это неготовность, то есть наличие, да, таких важных субличностей больной и целитель у каждого человека. И не всегда доктор готов у пациента увидеть его ресурсы, внутренние ресурсы, которые помогают справляться с болезнью. Ну и проблемы с взаимодействием врач-пациент. Дело в том, что врач, который использует патерналистскую модель, то есть модель родителей-ребенок, когда он в пациенте видит слабого человека, немощного, скорее всего, ему будет сложнее принять готовность пациента, получать информацию самостоятельно и брать ответственность за свое лечение. С другой стороны, доктор, который в большей степени в отношениях с пациентами принимает позицию взрослой-взрослой, партнерскую позицию, он, да, он будет успешнее взаимодействовать эффективнее с пациентом зрелым, но если у нас как раз пациент тревожный, да, в такой инфантильной позиции, ему будет достаточно сложно понять пациента и простимулировать его зрелые ресурсы. Поэтому задача какая? Марина Георгиевна, у нас время. Да. Жестко соблюдаем. Вот. Я просто, это общие рекомендации, которые мы, последний слайд фактически. Первое, это поддержать уровень доверия с пациентом, вместе справляемся с ситуацией, эту проблему решаем следующим образом. Максимально структурируем общение, обозначаем правила и задачи и так далее, проговариваем шаги, даем возможность пациенту озвучить свои потребности и чувства и говорить, не бояться говорить о главном – жизни, смерти, будущем, здоровье и болезни. Но это как бы общие такие вещи, над которыми мы тоже работаем в процессе проведения занятий. Спасибо большое, Марина Георгиевна. Мы ждем вас в президиуме. Пожалуйста, проходите. Продолжение следует...